Сегодня рассмотрим новые возможности Virtuina для запуска на персональном компьютере, а также посмотрим, какие в принципе изменения произошли с данным продуктом за последнее время. Начнем с сайта, откуда можно эту самую версию скачать, так как, судя по комментариям, это также вызывает множество вопросов. Вбиваем поисковике Virtuina и переходим по адресу virtuina.com. Ну и здесь мы сразу можем видеть все версии, доступные на данный момент для скачивания. Для меня большой неожиданностью стало то, что сейчас есть возможность запускать данную программу на Apple устройствах. Ну и также появилась версия для персонального компьютера, чего, собственно, мне не хватало. Ну и здесь же на сайте можно посмотреть настройки различных сервисов, которые присутствуют в программе. Также есть примеры кода для написания визуализации для контроллеров. В основном это ESP8266, ESP32. Ну и, собственно, сейчас я скачаю версию для Windows. Кстати, с моего последнего скачивания появилась обновленная версия. Вот 6 ноября я скачивал предыдущую версию. Ну и здесь сразу можно видеть, какие нововведения появились. То есть добавились различные виджеты, которых не было в первой версии. Ну и пока видно, что сама установочная программа находится в бета-версии. То есть активно разрабатывается, исправляются какие-то недочеты. Ну, в принципе, могу сказать, что система уже довольно-таки работоспособная. Установка происходит так же быстро, как и скачивание, без лишней суеты. Пару кликов и программа установлена на компьютер. После запуска предлагается либо создать новый проект, либо загрузить существующий. Я нажму «Создать новый» и на примере пустого проекта рассмотрим основные меню, где что находится и за что отвечает. Для начала заходим в «Настройки» и расширяем на полный экран наше приложение. Для этого двигаем вправо и влево, пока не заполнится весь экран. После этого в верхнем правом углу у нас появляется пользовательское меню. И для того, чтобы начать редактировать проект, нужно его разблокировать. Ну и далее виджеты. Здесь, опять-таки, побито на уровне, как и в предыдущей версии, в каждом уровне расположены определенные виджеты. В первом уровне это различные кнопки, светодиоды, дисплеи. Второй уровень это графики, RGB-контроллер, планировщик, задатчики времени, работа с датой и временем. Также добавилась анимация картинок. Третий уровень здесь по умолчанию ничего нет и в четвертом также ничего нет. При попытке добавить что-то из третьего уровня у нас появляется меню, в котором расположены различные скрипты. То есть это условия, математические функции, конверторы, JSON, дата-конверторы, различные таймеры, программируемые таймеры, логические преобразования. В общем, все то, что может понадобиться, если необходимо создать какие-то небольшие условия, какую-то логику на внутреннем устройстве. То есть здесь это все можно вытащить и с помощью этих блоков задать в своем алгоритме для визуализации. Четвертый блок здесь расположены поп-апы. То есть это виджеты, которые при обычном расположении на экране их не видно, но при определенном клике может быть, к примеру, вызван меню редактирования переменной, либо ввод пароля, либо задание планировщика. То есть это то, что может вызываться по клику, если задано в свойствах элемента. Далее в меню «Свойства проекта». Здесь можно посмотреть текущий проект, можно клонировать, можно создать новый, можно импортировать из другой папки проект в свою среду. Ну и далее, наверное, самый интересный пункт – это подключение к тем устройствам, визуализацию для которых мы хотим создать. По умолчанию здесь расположен только эмулятор. При нажатии на «плюс» у нас появляется возможность подключить различные соединения. Ну, первый – это MQTT Broker. Значит, здесь также представлено множество настроек. Можно выбрать порт, выбрать пароль, если необходимо, юзернейм и пароль для подключения. Также есть выбор шифрования, различные версии протокола, задать топики при потере связи с устройством, а также вывести статус на визуализацию конкретного подключения по MQTT. В соседнем столбце добавляются топики, которые будут необходимы для взаимодействия с устройством. Можно выбрать тип, то есть это подписка, либо публикация, и также указать уровень обмена, то есть либо самый простой отправил и забыл, либо с подтверждением отправки, либо и приема, и отправки. Ну и переменные, которые можно использовать, выбирая из выпадающего списка. То есть здесь их довольно много, их можно быстро почистить, если нужно что-то удалить. Ну и идет для каждого устройства разделение, то есть это либо локальная переменная, либо это привязка к внешнему какому-то устройству. То есть это может быть как MadBus TCP, так и MQTT версия. Также здесь задается тип переменной, то есть это числовое значение, текстовое, либо строка JSON. Следующее соединение, которое можно реализовать, это подключить устройство по протоколу MadBus TCP. В принципе это и есть как бы ключевой момент в данном приложении в том, что можно интегрировать в одну визуализацию различные приложения с разными протоколами. Ну здесь настройки в общем-то стандартные, IP-порт, можно задать таймауты. Если устройство в сети, можно сразу проверить связь, нажав кнопку тест. Также есть возможность определить лог файл, то есть это чекбокс, дебаг, который дальше можно посмотреть на компьютере. Те посылки, с которыми обменивается устройство. Ну и в само соединение добавляются unit ID, то есть те устройства с ID адресом, как в интерфейсе программы MadBus Pool, например. Ну и затем идет вкладка переменных, здесь все аналогично, как и в соединении MQTT, то есть может быть как к локальной переменной привязанной или взятой данной, так и с непосредственно устройства, которое будет обмениваться по протоколам MadBus TCP. Далее задается адрес регистра, в зависимости от того, в каком формате мы задаем. Можно в 16-ти ричном формате задавать, либо в 10-ти ричном. Автоматически идет пересчет. Затем выбирается функция чтения или запись. Ну и еще одна особенность, можно установить чекбокс группового чтения. При этом мы задаем количество регистров и происходит автоматически чтение заданного количества регистров одной посылкой с номера, указанного в позиции адрес. И в самом конце можно задать периодичность обновления вычитанных регистров. То есть это может быть одиночное при старте приложения, либо периодическое чтение с заданным периодом. Ну и в меню подключения остается еще два варианта подключить устройства. Это веб-сокеты, а также Цинспик, платформа. В принципе все они имеют похожие настройки. Ну и отличаются в принципе индивидуальными какими-то особенностями. Такими как адрес, ключи, API и так далее. То есть ну в принципе смысл остается один и тот же. То есть привязка определенных переменных к внутренним ячейкам памяти Виртуина, которые далее мы можем назначать на различные виджеты. Следующий инструмент в пункте меню это Data Buckets. То есть это по сути архив, либо база данных, в которую мы вкладываем какую-то ячейку памяти, которую мы хотим архивировать с дальнейшим выводом графиков. И здесь можно задать переменные, которые будут запускать запись, либо останавливать. Можно стереть записанные данные, а также установить время в часах, либо в днях, по истечении которого база данных будет чиститься автоматически. Количество таких дата архивов соответствует количеству необходимых переменных, которые мы хотим архивировать и выводить на график. Можно один бакет настроить, остальные просто дублировать, изменив только номера ячеек памяти. Следующий пункт меню это менеджер тревог. Основное его назначение это просигнализировать выбранным звуком, если значение переменной выйдет за указанный диапазон. То есть это может быть значение больше определенной величины, либо равно, либо меньше, либо те условия, которые доступны. Значит здесь задается название событий, а также то сообщение, которое будет записываться в лог при срабатывании данной тревоги. В самой программе есть встроенный набор звуков, которые можно проверить перед выбором. Также можно добавлять свои наборы звуков. Ну и в самих настройках можно задать однократное срабатывание, либо срабатывание через определенный период. И для каждого события можно установить свой персональный уровень громкости, с которым будет работать данная тревога. Помимо этого функционала здесь же мы можем задать email адрес, на который будет присылаться оповещение в случае срабатывания события, либо же указать номер для смс-оповещения. Смс, насколько я понял, осуществляется через сервис Твело. Я уже даже у них на сервере зарегистрировался, но из-за их политики безопасности постоянно там что-то нужно усиленный какой-то пароль. В общем, у меня не хватило терпения закончить эту процедуру. Так что если кто-то все-таки добьет смс-оповещение, отпишитесь, насколько хорошо работает данный функционал. Далее идет меню настроек. Значит здесь можно задать удержание постоянно включенным экран. Автозапуск приложения после включения устройства. Автоматическое соединение со всеми устройствами при запуске приложения. А также задать ширину окна. Следующим пунктом идет меню задания паролей. Есть два вида паролей. Пользовательский и админский. Далее после того, как мы задаем эти пароли, например, если необходимо по нажатию на какую-то кнопку подтверждения пароля, мы можем выбрать какой из паролей применять. То есть либо это юзер, либо админ. Ну в данном меню это в принципе и все настройки. Далее в общем-то остается соединиться, нажать кнопку connect для того, чтобы соединиться со всеми добавленными устройствами. И все устройства будут в статусе определяться в левом верхнем углу. То есть мы видим зеленое облако и два красных круга. То есть это два устройства MadBus TCP, которые добавлены. Точнее одно устройство MadBus TCP, одно устройство WebSocket. То есть в данном случае они недоступны, поэтому подсвечиваются красным. С MQTT сервером есть соединение и он отображается в виде зеленого облака. В нижнем правом углу осталось еще одно меню. Ну здесь собственно задаются те экраны визуализации, которые у нас добавляются. По умолчанию их два. Но можно добавить нужное количество между ними, организовать переходы, задать цвет подложки. Либо в качестве бэкграунда указать какую-то картинку соответствующую для нужной визуализации. Ну и таким образом это в общем-то настройки, которые определяют саму канву проекта. В общем подводя итог, можно сказать, что сегодня мы рассмотрели все основные моменты по меню настройкам данной программы. В следующий раз я покажу начальный демонстрационный проект, который я постепенно собирал, изучая все возможности данной программы. Ну и посмотрим уже на практике, какие там реализованы приемы и что в принципе у меня получилось. Также поделюсь своим мнением касательно достоинств и недостатков в сравнении с предыдущими версиями. На этом на сегодня все. Комментарии как всегда приветствуются. Продолжение следует...